Приветствую всех на канале Realtek. Это одиннадцатая часть фишки MIUI 11 в действии. В этой серии уроков мы изучаем полезные функции на оболочке MIUI 11. Также здесь функции с MIUI 10, которые переехали, мы также их изучаем. В одиннадцатой части я решил подобрать 11 полезных фишек, которые работают в оболочке MIUI 11 из всех предыдущих 10 частей. На канале уже сформировался целый плейлист. Кто не смотрел, рекомендую посмотреть. Там очень много полезных и интересных функций, которые работают в оболочке MIUI 11. Не забывайте поддерживать это видео лайком. Всем приятного просмотра. Первое, это конечно же темный режим. Опускаю шторку вниз, нажимаю темный режим и весь интерфейс закрашивается в темный цвет. На AMOLED экранах это хорошо экономит заряд батареи. Ну а если у вас IPS, то в темное время суток фоновая белая подсветка не будет работать как фонарик и будет более комфортно работать. Системные приложения закрашиваются в темный цвет. Ну а сторонние приложения, такие как Instagram, допустим ВКонтакте, WhatsApp и другие мессенджеры и приложения YouTube, допустим, в этих приложениях можно включить вручную темный режим. Есть вероятность, что в будущем при включении темного режима будут переключаться и другие приложения, потому что все больше и больше сторонних приложений начинают работать в темном режиме. Если мы зажмем темный режим, провалимся в настройке, захожу в темный режим, в более расширенные настройки, здесь можно включить расписание, автоматизировать включение темного режима. Допустим, автоматическое включение будет в 19, а отключение, допустим, в 7 часов. Таким образом, мне не нужно будет вечером каждый раз включать темный режим, система сама все переключит, а в заданное время вернется стандартный режим. Можно стандартную сетку 6 иконок на 4 увеличить, тем самым на рабочем столе поместить больше иконок. Для этого в пустом месте на рабочем столе сдвигаю два пальца, захожу в настройки, перевожу переключатель в 5х6, тем самым у меня теперь получается больше иконок на рабочем столе. Плюс, если мы зайдем в настройки, в расширенные настройки, специальные возможности, масштаб изображения на экране, здесь мы можем задать размер иконок. По умолчанию стоит ESCO, можно сделать либо больше, либо меньше, как вам необходимо. В 11-й MIUI добавили двойные часы, чтобы смотреть можно по отдельное время в другой стороне. Эта функция будет полезна для тех, кто много путешествует, либо удаленно работает. Для того, чтобы включить эту функцию, нажимаю на виджет часов, далее в верхнем правом углу нажимаю на вертикальные три точки, захожу в настройки, настройки даты и времени, включаю функцию двойных часов, нажимаю понятно и необходимо выбрать вторые часы. Я для примера выберу Китай, вот таким вот образом теперь у меня отображаются двойные часы. Теперь я могу смотреть время в двух регионах, что очень удобно. Этой функции не хватало в MIUI 10 и она сюда приехала. В виджет времени можно на экране блокировки, теперь изменить его расположение. Можно его теперь выставить по центру, слева, либо вот в таком формате, где время вверху, минуты внизу. Для этого захожу в активный экран блокировки, стиль часов и здесь можно это все настроить, как вам больше понравится. В 11 MIUI добавили функцию скрытие выреза, теперь вырез можно скрыть и доступно три варианта настройки. Для этого я захожу в настройки, далее перехожу в пункт экран, вырез и строка состояния. Скрытие выреза, и здесь доступно три варианта. Первый это как есть, с коробки. Второй вариант скрыть и не смещать строку состояния. И третий вариант скрыть и сместить строку состояния вниз. Теперь с этими настройками можно поиграться и выставить так, как вам больше нравится. Пункт уведомления доработали, переработали и появилось много интересных функций. Во-первых, можно изменить шторку уведомлений, либо Android, которая более сгруппированная, либо MIUI, где более крупные значки, но она менее сгруппированная. По умолчанию стоит Android, при желании можно попробовать MIUI. Вот так выглядит Android, все более сгруппировано. А вот таким вот образом выглядит MIUI, где более крупные иконки. И появились широчайшие возможности настройки уведомлений. Можно настроить приложения, от которых я желаю, что приходили уведомления, от которых не желая. Могу настроить экран блокировки. Здесь можно выставить скрыть содержимое уведомлений, не показывать уведомления и, соответственно, показывать. Плюс здесь есть полезная функция «Доступ с экрана блокировки». Если мы отключим эту функцию, то в заблокированном состоянии телефона нам не будет доступна шторка. Это очень полезно, если пользователь не знает ваш пароль, то не сможет включать-выключать Wi-Fi и другие функции со шторки. И можно также точечно пройтись по приложениям и проверить, какие приложения вам не нужны, чтобы приходили в режиме экрана блокировки. Также есть пункт «Всплывающие уведомления», где можно также контролировать всплывающие уведомления и при необходимости их отключать. И метка на значке приложений. На приложениях, на которых вы не хотите, чтобы на иконках отображалось количество уведомлений, здесь можно поотключать. Вот эти вот позиции, допустим, как у меня темы, GetApps, вот светится 1, 5. Если вам на каких-то приложениях это не нужно, в этом пункте можно отключить. Очень хорошо разбили по группам эти уведомления, и теперь их можно очень тонко настроить. Плюс, если мы зайдем в «Особые возможности», «Быстрые ответы», здесь появилась функция «Быстрые ответы». Ее можно включить и выставить программы, для которых вы хотите включить быстрые ответы. И, соответственно, можно, не заходя в приложение, прям со шторки сразу же отвечать. Это ускорит вам, конечно же, работу. Можно сделать скрытие миниатюр. Зайдя в меню «Многозадачности», какие-то приложения будут размыты. Допустим, какие-то приложения, где ваши личные данные. Здесь это хорошо можно сделать. Для этого захожу в «Рабочий стол», «Размытие миниатюр». И здесь можно указать приложения, для которых я хочу, чтобы размывались миниатюры в режиме «Многозадачности». Вот таким вот образом теперь идет «Размытие». Доработали и улучшили скриншот. Делаю скриншот. Здесь его можно сразу отправить при необходимости. Есть прокрутка, как и была. Можно сделать длинный скриншот, допустим, какой-то веб-страницы или настроек каких-то. Когда нужно, нажимаю кнопку «Стоп». И здесь добавили сразу на лету. Можно сделать обрезку, не заходя в редактирование. Сразу все делается со скриншота. Выделяю необходимую область. Нажимаю кнопку «Сохранить». Окей. Также есть сразу возможность сделать какое-то выделение, что касаемо наброска, текст и так далее. Можно сразу подредактировать и сразу же отправить при необходимости, либо просто сохранить. В заметки добавили задачи. Это помогает увеличить продуктивность. Можно добавлять как голосовые задачи, так и текстовые. Делаю текстовую, устанавливаю напоминания. Время и дату нажимаю «Готово». Здесь у меня много задач. И при выполнении я ставлю отметку. Система в нужный момент времени будет мне напоминать про задачу. Это очень удобно, не нужно какие-то дополнительные программы ставить. Плюс можно донастроить. В верхнем правом углу нажимаю на три точки. Захожу в настройки. И включаю «Использовать инструменты». Теперь у меня на рабочем столе на любом появляется вертикальная линия. В верхнем левом углу делаю в этой области свайп. И у меня всегда есть быстрый доступ к задачам. Откуда я могу устанавливать выполнение. Плюс добавлять новые. Плюс не забываем, как можно быстро удалить заметки. Отправляю два пальца вверх. И заметка удалена. Вот так вот очень быстро. Появились шорткаты. Нажимаю на приложение. И если это приложение поддерживает всплывающее меню, у меня появляется быстрый доступ к настройкам. Я могу выбрать нужную функцию. И сразу зайти в приложение этой функции. Это поможет ускорить работу. На некоторых приложениях, как WhatsApp, можно сделать сразу клон приложения. Добавить второе приложение. На заметках можно сразу добавить голосовую заметку. Добавить заметку. И так далее. Очень удобно для быстрого доступа к функциям приложения. Улучшили калькулятор. Здесь его можно свернуть. Сделать в оконном режиме. Двигать по рабочему столу. Допустим, смотреть какие-то данные. И параллельно высчитывать. Также можно задать прозрачность. Можно изменить размер калькулятора. Также не забываем о конвертерах. Где можно смотреть валюту, длину, площадь. Высчитывать время. И так далее. Добавили вкладку ипотека также. Калькулятор здесь слегка обновился. И стал более удобный. И функциональный. Можно устанавливать живые обои. Это конечно же все знают. Но не все знают, что можно сделать свои. Если у вас есть какое-то видео. Либо вы сделаете запись на камеру телефона своего видео. Либо скачаете видео где-то из интернета. Запускаем видео из галереи. В нижнем правом углу нажимаю три точки. Установить как живые обои. Здесь можно выбрать со звуком устанавливать или без звука. После установки можно как на основной рабочий стол, так и на рабочий стол экрана блокировки. На этом все друзья. Если видео было полезно, не забудьте поддержать это видео лайком. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик до серого цвета, чтобы быть в курсе событий на моем канале. Всем пока. Подписывайтесь на канал.